Мы завершили тринадцатую лекцию. Это, в общем, такое число. Нехорошее, как говорят. Переходим уже вместо обыкновенных дейфуров к дифференциальным уравнениям в частных производных. Ну, тут широта поля очень большая, потому что дейфуров уравнений в частных производных великое множество. Поэтому мы начнем с самого простого случая, когда есть у нас стержень, и на него действует какая-то нагрузка. То есть динамическая задача. Она по координате будет одномерная, но еще время. Значит, это уравнение в частных производных. Таким уравнениями описывается колебание стержня. Ну, и вот такая картинка, которую я вам неоднократно приводил. Итак, есть у нас стержень длины L. Скажем так, мы его нарисуем. И вот этот стержень имеет какое-то такое деление. на периодические части. Скажем так, вот одна. Такая часть, да? Эта пустая. И вот мы... То есть двухслойный стержень. Я не рисую объемную картинку. Вот. Я сейчас буду рисовать здесь вот, ну, скажем, вот такие фигурки, одинаковые. То есть стержень, он такой с переменным еще и поперечным сечением. Ну, и здесь, соответственно, тоже. Не очень хорошо, но более-менее. Я пытался построить ту картинку, которая у меня здесь построена электронным способом. Ну, вот, а? Ну, в данном случае совпадают. Но можно делать... Я вот только хотел объяснить, что могут они не совпадать. Но всякую периодическую структуру можно свести всегда к одному периоду. Одному тому же, да? Если много их повторяется, так как обычно в периодических случаях. Ну, вот. И мы, значит, пишем... Значит, вот здесь действует какая-то сила. П... Сейчас, как она там... ПОТ. Вот ПОТ. А здесь у нас... В этом месте УОТ. Это начальные условия. Ну, вот. Таким образом. Значит, система уравнения будет следующая. D, D и X. У нас уже две переменных. X и T. Поэтому обыкновенные производные нельзя писать. Надо писать частные производные. Это вот таким вот образом. Д, D, 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 X. Вот. Плюс X. T. Вот это. Ну, это равняется... RО. От Z на U с двумя точками. U с двумя точками это как раз дважды по времени. Понимаете такое, да? Т.е. То есть, мы уже должны привыкать к таким вещам. Значит, здесь у нас X больше либо равно нулю. Больше нуля, но меньше N. Концы входят в граничные условия, поэтому уравнение на концах, оно может и не выдерживаться. Вот такое уравнение, поэтому всегда включаются только внутренние интервалы. Ну, и T больше нуля, а время. Такая условная характеристика, конечно, потому что если уж рассуждать о времени, то совсем по-другому. А здесь вот в какой-то момент времени, начальный, нулевой момент времени, включилась сила P, и включилась вот такая вот граничные условия. Ну, и то, что у нас вот объем, наверное, то есть три вещи, которые могут зависеть от времени. Нагрузка вот этой X от T, и граничные условия тоже могут все зависеть от времени. Ну, тогда вот такая сложная динамическая задача получается. Значит, у нас граничные условия такие. У от X, T при X, равном нулю, равняется U0 от T, ну и начальные условия. Вот какого типа уравнения у меня? Ну, у вас же был урмапфис? А? Ну, а какие вы знаете уравнения? Эллиптические. Раз, эллиптические, дальше. Нет, эллиптические, а параболические. Какое? Да, параболические. Чем они отличаются от эллиптических? А в эллиптических там, у нас есть плюсы? В параболическом уравнении, это уже по времени производная там присутствует, да? Какого порядка производная? А? Первая. Первая, да? Вот если, значит, уравнение, вот эта вот эллиптическая часть, и присутствует первая производная, это уравнение параболического типа. Но оно описывает движение в вязкой такой среде. А вот когда вторая производная, это уже инерции присутствует, и динамические задачи. Колебания там, волны и прочее. Мы подойдем к этому делу. Ну вот, значит, начальные условия в случае гиперболических уравнений должно быть два. То есть должно быть задано начальная скорость точки каждой и начальное положение, что ли, начальное движение. То есть у от х 0 равняется некоторой f от х, и ду, вот дт, скорость при т, да, вот здесь только, ну, это я уже от нуля здесь есть, при т равном нулю должно быть g от х. Вот полностью постановка задачи о колебаниях неоднородной полосы по толщине. Вот это, значит, здесь у нас модуль Юнга стоит и плотность. То, что здесь стоит модуль Юнга, это говорит о том, что мы рассматриваем плиту бесконечную в плане и неоднородную по толщине. Там модуль Юнга. Если стержень такой, как у меня нарисован, с переменным поперечным сечением периодическим, то, значит, тогда здесь вот должно стоять не е от зета, а е от зета умножить на f от зета. На f это площадь поперечного сечения. Понятно? Ну, это как раз вот... Ну, мы будем, чтобы меньше букв писать, е будем рассматривать до тех пор, когда на самом деле мы уже не перейдем именно к стержням. Вот. Ну, что дальше делать нам надо? У нас есть некий период L. Вот. Он больше нуля, но меньше, либо равен L. Вот это период. Вот. Есть локальная переменная, так называемая. Да? Как она, значит, делается? Берем координату внутри периода и делим на длину периода. И получаем, что это зета. Это переменная внутри каждой ячейки. И он зета изменяется больше, либо равно нулю, но меньше, либо равно единице. Это безразмерная переменная. Вот она здесь фигурирует. Можно было бы поставить x и потом все это дело сводить так, как я вам рассказывал, когда вводил, ну, рассказывал о методе осреднения Бахвалова-Победы. Там я очень подробно все это делаю, как мы переходим к быстрым переменным. Вот эти переменные x называются глобальными переменными, а зета – это локальные переменные, которые внутри периода изменяются. В каждом периоде зета меняется от нуля до единички. Вот таким вот образом. Ну вот. Потом надо, что надо еще сделать методом Бахвалова-Победы. Мы вот ввели быстропеременную, мы ввели, да? Это внутренняя размерная переменная, поделенная на L в длину периода. Тогда, значит, будет получиться безразмерная переменная, изменяющая от нуля до единицы. x может быть размерной, но нам надо перейти к безразмерным, отнесенным к длине самого стержня, или толщине вот этой пластины. L, да? То есть вводим переменную x чертой, равную x поделить на L. Ну и преобразуем все уравнения. Ясное дело, что вот здесь появится множитель L квадрат, здесь тоже появится L квадрат за счет вот этих вот двух, да? производных, которые стоят в знаменателе. И, короче, я не буду сейчас вот эти все... Здесь у нас ничего не поменяется, а вот здесь появится тоже вот, когда мы перейдем безразмерно, вместо P0 L умножить, L большое, умножить на P0, когда мы будем переходить к безразмерным координатам. Понятно, да? Вот теперь я сейчас запишу уже в безразмерных, чтобы вам было понятно, что мы дальше будем делать. Сейчас это я стираю. Любые задачи, механические, физические, всегда пишутся в размерных переменных. А потом, когда уже мы должны решать эти задачи, мы можем вводить любые безразмерные, любые какие-то другие переменные, более удобные. Там аккуратно надо следить за размерностями получающимися, как они будут меняться. Понятно, да? А потом уже, когда решили задачу, вернуться назад. Ну, это не всегда удобно. Я предпочитаю действовать сразу. Ну, поскольку я рассказываю о том, как развивалась механика композиционных материалов на Мехмате, вообще механика композитов где-то лет 200 назад была, начиналась там модули Фольфта, Рейса, вот такие вещи. Они были ещё давно известны. То, что я рассказываю, это развивалось у нас на Мехмате Николаем Сергеевичем Бахваловым, академиком, и Борисом Семеновичем Победрием. И школой Бахвалова, и школой Победрием. Да, я как раз из школы Победрием. Ну, вот, когда мы всё это проделали, обезразмерили, мы получаем такую систему уравнений. Я ещё раз выписываю. Е от цета, У штрих, это производный уже обозначаю так, вот, от х т, штрих, минус ро от зета на у с двумя точками плюс х от х т равно нулю. Так, здесь надо иметь в виду, что х у нас больше нуля, но меньше единицы, поскольку х безразмерное. И зета тоже безразмерное, это вас не должно пугать. Вот. Вот. Дальше у нас У, да, вот, я сейчас потом поясню, значит, я перепишу снова У от 0 от Т равняется У0 от Т и Е У штрих Е от зета У штрих от ХТ при Т при Х равном Х равном единице, но это длина стержня. Мы считаем, что стержень состоит из целого числа ячеек. Можно, конечно, это ограничение, но чтобы не путаться здесь с тем, какое здесь должно быть, считаем, что и зета должно быть равно единице. Вот так верхнее, значит, потому что верхний период как раз поверху дает зета единице. Это будет равно П0 от Т Начальные условия У от Х ноль равняется Ф от Х и У с точкой от Х Т от Х ноль будет У с точкой от Х ноль равняется Ж от Х. В данном случае Ф от Х и Ж от Х остаются без изменений. Единственное, здесь вот Х это безразмерная переменная Ж от Т неправильно. А вы что, молчите? Я же пишу динамическую задачу вот от Т. А? Это же Начальные условия у нас Т так А, Ф от Х да, да, да при Т равном ноль это я уже тут начинаю путаться правильно Ж от Х вот значит у нас поменяется вот это да и вот эта величина и это тоже величина поменяется какие они будут вот здесь должна заменеть заменяется на Л квадрат на Ро потому что вот мы же безразмерную взяли да в штрихе это безразмерная и здесь тоже Л квадрат на Х а здесь вот в этом появится Л на П ноль так что вот я их не ставлю я считаю что вот так у меня да но вы должны понимать ну экзамен вы сдаете и вас спросят ну ладно безразмерная а как тогда вот если размерная что там должны сходу все это дело отвечать понятно ладно вот теперь нам надо дифференцировать вот эти вот здесь производные первая производная по быстрой переменной вот то есть мы дифференцируем Е можем дифференцировать то есть предполагаем как мы в прошлый раз сделали что пока у нас вот эти Е и РО они непрерывные величины их можно дифференцировать а потом мы все это оставим назад вот для чего это нужно для того чтобы опять получить там малый параметр в уравнениях и обоснованно попробовать представить искомое решение в виде ряда по степеням малого параметра для чего это понятно так я у себя пишу обычно без всяких вот таких предположений сразу пишу разложение и действую но я вот все-таки так вот у нас когда дифференцируется функция от Z по переменной вот это значит будет так DA DA да вот по X производной здесь у нас да давайте обыкновенное да от Z по DX так X безразмерная и Z безразмерная ну и значит тогда получается это DA по D Z умножить на D Z по DX значит если вы помните что переменная Z это X размерная поделенная на L малая да вот и тогда значит у нас получается такая что это вот единица на альфа DA по D Z вот такое правило дифференцирование функции локальной переменной по безразмерной глобальной переменной то есть если мы дифференцировали такую сразу появляется вот такое множество ну вот когда мы все это проделывали вот у нас здесь будет такое уравнение я сейчас выпишу еще разочек уже более сложное уравнение у нас получится такое E от Z на U 2х плюс единица альфа на E от Z вот производную по Z вот так будем обозначать чертой не штрихом косым а чертой вертикальной тут сбиться невозможно по-моему даже я побольше ее сделаю на U' минус минус ρ на U двумя точками плюс X от X T равно нулю вот у нас это уравнение есть давайте 1 или лучше так это 1 2 3 а это 4 будет вот теперь делаем такое представление в ряд по степеням альфа если вы помните когда мы рассматривали только вот это уравнение без добавка мы по степеням альфа ну ряд одномерный что ли а здесь двойной должен получиться ряд потому что у нас получается по значит U от XT вот в таком виде равняется сигма по P плюс Q равно нулю P и Q больше либо равны нулем до бесконечности альфа в степени P плюс Q N Q внизу P вверху чтобы не путали со степенью мы значит возьмем это в скобочке от Z это на D P плюс Q от некой V от XT поделить на D T в степени P и D X в степени Q вот в таком виде ну вот то что в таком виде ну просто можно преобразовать чтобы единый порядок был альфа в степени какой-то S то есть суммирование по-другому вывести это то же самое что вот такой ряд значит сумма по S равно нулю до бесконечности альфа в степени S вот я вместо двух тут индексов S ввел 1 S от 0 1 2 3 0 1 2 3 и так далее и перее так здесь внутренняя сумма сумма по q равно нулю до S вот n q а здесь S минус q то есть p равняется S минус q ну и тогда получается умножить на d st производно от v x t и на d t в степени s минус q dx в степени q нигде я тут ничего не напутал нет вроде бы так ну вот теперь мы можем что делать вот такое вот представление такой ряд вот этот это удобнее вот этот ряд подставлять можно и с этим работать но тут потом собирать коэффициенты с одинаковыми степенями альфа вот для чего это нужно было знаете можно и с этим а потом уже в конце где-то как-то их переформатировать так чтобы получилось только вот величины порядка малого параметра поэтому я тут сразу все сделал вот ну вот что такое n понятно это что какие-то функции которые у нас зависят от z то то есть они периодически потому что зависит от z то да это у нас только от нуля до единички в периоде в каждом периоде одно и то же будет понятно да вот дальше что еще u у нас это перемещение она непрерывная функция значит все вот эти n функции зависящие от z то тоже непрерывные правильно непрерывные периодические функции пока неизвестные да если материал однородный то очевидно что все n функции просто нули теперь если отрицательный индекс здесь появляется вот вверху или внизу вот тоже нули ну вот на этом как раз на этом ограничении мы будем подставлять и проделывать все выкладки да вот еще вот что значит требование какое ну очевидным является тот факт что то есть вот эту систему обезразмеренную я стираю очевидным является тот факт что среднее значение производные от n функции будет равно нулю первой производной по переменной z то есть вот такой факт значит я его здесь выпишу среднее n p q это не что иное как интеграл от нуля до единичка n p q только штрих должен быть здесь да вот здесь производная память от производной вот это интеграл от нуля до единички n q не надо q p штрих от z на d z ну это очевидно будет n a p q от единички минус n p q от нуля ну поскольку периодическая и непрерывная правильно значит будет у нас ну здесь ну и кроме этого это на саму функцию наложить ограничения потому что так оно вот мы будем требовать чтобы значит это у нас формула вот это 4 а это 5 это теперь 6 формула вот ну и потребуем чтобы среднее значение от самой функции n p q равнялась тоже нулю ну вот давайте напишем что это интеграл от нуля до единички n p q от z d z это равно нулю вот смотрите если все n p q ну кроме случая когда q равно нулю и s равно нулю то есть n 0 0 это функция единичка вот еще одно такое n где вот тут мы делали я говорил что они должны при отрицательных единиц n 0 0 так соответственно единицы ну вот значит для чего вот это требуется потому что если я возьму и осредню вот эту функцию по периоду по периоду то ведь связано да мы можем по периоду тоже функцию завися от x которая сохраняется на все периоды правильно дифференции интегрирует по любому периоду правильно ну когда мы перейдем вот к такой вот записи то у нас тогда здесь вот гладкая функция и все ее производят гладкая функция означает что все производные непрерывные и хорошие да то есть внутри при а при большом количестве периодов то есть при дроблении структуры внутри фактически сама функция и все ее значит производные не меняются то есть они константы относительно операции среднего по любой из ячеек правильно вы понимаете смысл ну как вот я беру среднее значение от этой функции по любой из ячеек так пишу у от х т по ячейке какое-то я не буду указывать конкретную ячейку перехожу сюда значит вот это внутри ячейки никогда ничего не меняется правильно ну считаем что настолько дробная структура что она не меняется либо слабо меняется ее можно не учитывать верно то есть из подзнака осреднения можно ее вынести понятно да ну можно тогда так поставить при альфа стремящемся к нулю можно так да вот тогда останется только средняя вот эта величина а у нас она 0 и значит отряда остается только в сама а в сама не меняется то есть средняя от у от х равняется вот так вот напишем стремится к в от х при альфа стремящемся к нулю вот так вот смысл второго ограничения вот этого чтобы если очень дробная структура была то фактически она как однородный материал разумно разумно потому что ну любой материал он состоит из молекул и каких-то там тоже структур но мы то ведь не видим мы испытываем в разных направлениях получается у нас однородный а изотропные даже может быть ну однородный а из этого из желания того чтобы выполнялась вот это соотношение мы значит написали что вот среднее значение от этой самой функции равнялась нулю хотя мы можем и не ограничивать это можем продолжать дальше но это существенно нам вот это обстоятельство значит это будет седьмая формула а это восьмая вот это вот условие восемь оно нам существенно облегчит жизнь ну дальше пойдем вот теперь мы подставим все эти найдем эпсилон то есть мы найдем деформации стержня в общем подставляем уравнение вот в такое уравнение да вот а можем и подставить в исходное уравнение в любом случае мы получим следующее обстоятельство значит ну выражение для деформации эпсилон это что у нас такое эпсилон это есть у штрих так то есть надо дифференцировать по переменной x вот эту формулу 5 ну я могу написать ну я думаю вроде нигде она мне не понадобилась поэтому я ее пропускаю вы можете сами написать эту формулу несложно а что такое эпсилон эпсилон это весь у штрих надо дифференцировать du по dx брать и учитывать что когда мы дифференцируем вот эту быстро функцию структурную функцию выскакивает единица на альфа понятно ну ладно я вам сейчас вот поясню остальное вы сами будете выбираться сумма п плюс q равно нулю п q больше единицы ну можно было бы не двойную да ну вот так можно написать напишу так как у меня написано альфа в степени p плюс q минус 1 n q значит вот я дописываю эту формулу напряжение уже будете сами искать p плюс q n p q t производная плюс n p q минус 1 d p q от v по d t от степени p dx d x q вот такое даже не буду нумеровать ну и так далее сигма находим потом ну то есть е на у штрих находим это просто на е надо эпсилон на е намножить и все вот то есть сигма равняется е на у штрих вот после этого мы можем уже найти сигма штрих находим получаем ряд ну и в итоге нам нам понадобится у по x или по z где у по x по z под z а нет мы везде у нас x основная переменная от z зависит только коэффициенты и уравнение и уравнение по x у нас дифференциальное уравнение частных производных по x и по времени t t мы не обезразмеровали так что вот значит вот получаем сигма штрих ну для чего сигма штрих нам понадобится да не для чего мы просто должны подставить вот в это уравнение e u штрих на штрих плюс чего там значит минус 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 ро u2 штриха плюс x равно нулю вот это уравнение сделать получить вот эту вот всю часть где дифференцирование происходит собрать в кучу при одинаковых степенях альфа и получить следующее выражение в итоге да еще нам надо u2 штриха то есть u с двумя точками искать да u вот здесь должно было стоять u с двумя точками а я зарапортовался вот это тоже найти вот и в итоге мы преобразовать этот ряд двойной соответственно ну и в итоге мы получим такое выражение значит значит e u штрих штрих минус r u с двумя точками плюс x равняется вот следующему выражению равняется сумма по p плюс q равно нулю p и q больше либо равно нулю до бесконечности ну вот альфа степени p плюс q минус 2 здесь e n q t p t производная да плюс n q минус 1 p t производная цена дальше мы закрываем скобку квадратная скобка здесь у нас штрих по значит все величины здесь у нас функции быстрый переменный e от z n от z значит здесь вот производная вот z да плюс дальше идем плюс ну я вот здесь пишу ниже плюс е на n q минус 1 p производная плюс n q минус 2 p т скобка закрывается минус а ро n q p минус 2 вот фигурная скобка закрывается dp плюс q от v поделить на dt в степени p dx в степени q ну вот такая производная плюс плюс x t равно нулю вот такое уравнение номер 7 кажется да у вас по вашим а? 9? ну вот это 9 и что дальше делать? и что дальше делать? ну как вы думаете? вспоминайте-ка первые лекции вот вот мы получили уравнение бесконечного порядка правильно? потому что v это какая-то функция которая удовлетворяет вот этому уравнению бесконечного порядка вот он у нас производные вот dp плюс q и до бесконечности вот что дальше делать? еще n-функции неизвестные вот при каждой производной ну при p плюс q само собой там получится должны быть положены равными константами ну само собой смотрите здесь у нас p плюс q минус 2 то есть сочетание которое дает отрицательные значения должны просто в фигурные скобки обратить в ноль правильно? потому что получится единица на альфа при альфа стремящемся к нулю это бесконечность получается в уравнении плохо? значит мы должны сразу убрать этот этот фактор значит это при ну коэффициенты при случае когда p равно нулю и q равно нулю то есть здесь минус 2 единичка на альфа в квадрате здесь все автоматом получается нули значит смотрите p равно единичке и q равно единичке здесь у нас получается ноль здесь у нас то есть нули да вот p равно нулю и q равно нулю здесь минус 1 ноль зачеркиваем да здесь у нас здесь минус 1 ноль значит вот это слагаемое ноль здесь само собой тоже нули значит первое слагаемое автоматом получается теперь при p плюс q равном единичке получается единичка на альфа да тоже надо коэффициенты такие обратить в ноль вот когда мы переберем все это дело у нас получится следующий уравнение фигурных скобок чтобы 0 фигурная скобка обратилась должны нулевыми быть вот такие выражения е на n 1 0 плюс единица ну единица это когда n 0 n 0 это единица вот она как раз и здесь получилась производная да n 1 0 тоже производная 0 в скобках вот так производная это должно равняться нулю и второе уравнение которое вытекает из этого требования е на n 0 1 со штрихом и вот еще раз производная тоже равно нулю вот у нас такие два уравнения ну наложенные условия помните да что среднее значение производной равно нулю и среднее значение самой функции равно нулю да и вот здесь у нас такое уравнение присутствует значит n 0 1 кроме как нулём ничем не может быть правильно значит отсюда следует что n 1 0 от зета тождественно равна нулю убрали эту функцию а вот эту можно уравнение проинтегрировать и найти значение n 0 1 0 вверху 1 внизу я интегрирую вот это вот уравнение используя то обстоятельство что среднее значение n 0 1 штрих среднее равно нулю и среднее значение самой функции n 0 1 среднее по ячейке тоже равно нулю вот эти два условия использую и получаю следующее выражение для функции n 1 0 n 1 0 от зета будет равно интеграл от нуля до зета вот значит такое здесь у нас единица поделить на среднее от единицы на е е от это букву другую ввожу минус 1 на d это и минус среднее значение от фактически вот этого интеграла то есть среднее значение от интеграл от нуля до зета единица поделить средней единицы на е е от это вот так средняя минус 1 на d это и среднее вот такое выражение номер 11 для функции вот нашли мы одну да функцию теперь значит у нас следующий этап когда мы рассмотрели p плюс q равно нулю автоматом обращается вот эта фигурная скобка которая там здесь вот присутствует 0 при p плюс q равном единице мы получили что тоже удовлетворяется если n вот такая будет а n 0 1 вверху 0 все избавились от вот этих неприятных коэффициентов так теперь значит берем следующее испытание это когда p плюс q равняется двойке и вот тогда значит при p плюс q равном двойке вот надо искать такие комбинации п равно нулю q равно двойке это одна дальше p равно единичке q равно единичке и еще одна комбинация p а равно двойке q равно нулю вот это надо все переборы сделать ну во первых так если что-то в фигурной скобке остается не нулевое явно не нулевое то мы просто полагаем это некой константе сейчас я выпишу константе вот для случая p плюс q равняется двойке вот пишу значит такие получаются комбинации здесь вот пишу е n 2 0 со штрихом плюс n 1 0 без штриха так скобка закрывается вот какая штрих плюс е n 1 0 производная плюс 1 равняется h 2 0 ну константа или вот это мы обозначим это можно е с нуликом одно константы пока неизвестно это просто константа мы вот так объявляем идея какая мне надо сейчас свести вот это вот уравнение с неприятными вот этими коэффициентами в фигурных скобках к уравнению с постоянными коэффициентами идея такая вот значит мы рассматриваем дальше следующее уравнение е n 1 1 штрих плюс n 0 1 скобка закрывается штрих плюс е n 0 1 0 1 со штрихом это равняется должно h 1 1 тоже константа да и еще последнее получается уравнение е n 0 2 вверху со штрихом все это производное опять же минус ро на плюс равняется h 0 2 ну вот это положим ро 0 то есть h 0 2 и ро 0 это тоже самое так же как и здесь вот теперь смотрим у нас вот это это не для нас да n 1 0 у нас найдено я вам выписывал явное хорошее выражение вот значит это известная штука теперь а n 1 0 это 0 просто было у нас да посмотрите в записи у своих n n 1 0 n 0 1 вверху а n 1 0 вот вот мы в самом начале были это тождественная 0 n 1 0 1 внизу 0 вверху нет 1 вверху 0 внизу тождественная равна 0 вот у нас у нас было такое да да значит это 0 это 0 и значит вот n 1 1 со штрихом равняется h 1 ну можно проинтегрировать все значит да просто напросто вот теперь значит поскольку здесь вот со штрихом да мы это уравнение получается это уравнение осредняем по ячейке причем то что есть под квадратной скобкой это должно быть непрерывно периодично понятно значит среднее значение вот этой производной 0 значит константа h 1 1 0 дифференциальное уравнение с нулем с одной функцией тогда n 1 1 отсюда следует 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 n 1 1 тождественно равно 0 так ну n 0 2 вверху мы найдем можем проинтегрировать то есть это не 0 значит остается не нулевыми функциями n 2 0 а 0 и n 0 n 2 вверху 0 то есть фактически здесь у нас положительная степень альфа так дальше вот что такое давайте теперь сделаем такое заключение мы вот из этого сделаем заключение следующее n такая 2p плюс 1 нечетная да с индексом q это тождественной 0 н н н н н н н коэффициент вот он один нечетный коэффициент ноль так n 1 0 тоже нечетный коэффициент тоже ноль у нас так что вот дальше мы полагаем что и все остальные коэффициенты нули ну из этого тогда мы можем записать в следующем виде 0 2 2 0 вот в броне какой бы вы сделали что это не нулевые функции да вот мы можем из этого уравнения найти n 0 2 да сначала находим h 0 2 вверху усредняя само уравнение мы получаем что h 0 2 или ро 0 ну давайте h 0 2 равняется среднему от ро потому что среднее значение вот этой производной 0 поскольку требование такое вот это непрерывная функция хотя е может быть разрывной и n 0 2 может быть но в целом произведение все непрерывное периодическое причем это понятно да ну иначе если мы будем дифференцировать разрывную функцию здесь появится дельта функция у нас оно никак не пляшет то есть требование непрерывности то что под производной находится это обязательно ну за исключением того случая когда свободный член то есть вот это x является дельта функцией вот тогда уже мы снимаем это требование тогда фундаментальное решение ищется но это пока я об этом не буду рассказывать ничего вот в итоге получаем следующее выражение для у по новой уже то есть такое у от x t вот в таком виде ну давайте так я напишу вдвоем раз сумма по 2p 2p плюс q равно нулю p q положительный до бесконечности альфа в степени 2p плюс q на n q 2p видите уже количество функций у нас уменьшилось верхний индекс только четное число n q 2p умножить на d 2p плюс q от v на d t в степени 2p и d x в степени q ну или равно вот по-другому запишем это тоже полезная запись сумма по s равно нулю до бесконечности альфа в степени s сумма по p равняется нулю до s минус 2p больше либо равно нулю n s минус 2p здесь 2p ну и вот эти d s t от v d t в степени 2p d x в степени s минус 2p можно и так вот такое выражение номер 10 что ли а вот эти я не нумеровал давайте-ка пронумеруем это 11 по-моему да 12 и 13 вот вот такое заключение 14 будет а это у нас будет формула 15 ну вот это хорошо ну и соответственно уравнение для структурных функций сейчас уже теперь для всех мы вот только первые разрулили и установили что с нечетным индексом верхним у нас все тождественно должно быть равно нулю вот что получается для уравнения получается e n q 2p со штрихом плюс n q минус единичка 2p только 2p скобки надо взять здесь штрих плюс e n 2p 2p со штрихом здесь q минус 1 плюс n 2p без штриха q минус 2 вот минус ро n q 2p минус 2 2p минус 2 равняется h2p qt вот номер шестнадцатая ну это константы h2p только только вот так здесь тоже так да вроде все правильно вот к чему мы пришли теперь давайте еще раз анализ проведем и установим что у нас остаются только четные по q выражения ну ну кто так если кто так значит среднее среднее значение вот этого выражения равно нулю правильно ну ну здесь периодическая функция под производной ноль непрерывная значит тогда константы можно определять через уже найденные функции ну вот так что h2p qt будет равно среднему среднее от e n q минус 1 2p производная плюс n q минус 2 2p минус ρ минус среднее минус среднее от ρ n q 2p минус плюс 2 закрывается это будет формула семнадцатая ну здесь 2p плюс q должно быть больше либо равно двойке ну вот так получилось да теперь тогда мы можем найти h 2 0 это будет e 0 наше да равняется среднему значению от n 1 0 это найдено со штрихом плюс единичка вот средняя закрывается ну или это будет если мы подставим найденное решение это получается единица поделить на среднее единицы наверху так и еще одна константа h 2 0 будет равно тождественно минус ром 0 это равняется это равняется минус средняя от ром замечательно вот это вот хороший результат кроме этого отсюда следует еще вывод что при q нечетных мы получаем ну все функции тождественно равны нулю остается только так верхний индекс четный и нижний индекс четный вот тогда можем дальше продлить ну то есть мы можем найти функции n 2 0 вот сами теперь поищите из этих уравнений которые написали я стираю найдите функции такие n 2 2 внизу 0 вверху вот ну она будет я тут напишу что это минус минус n 1 0 от ну взятки не надо и так ясно а n 0 2 ну вот равно и ставлю вопрос найдите сами несложно тут будет однократные интегралы от и и E уже тут будет такая вещь, вот, ну дальше, дальше мы находим константы, H3,0, когда найдем вот эти вот функции, H3,0, получим, что это равно нулю, это практически сразу доказывается, а вот константа, константа H2,1, H2 вверху, 1 внизу, тоже равна нулю, но это довольно длинное доказательство, ну у меня, вот здесь у меня три строчки, поверьте мне на слово, что это на самом деле так, это основано, доказательство это нулю, вот на таком интересном тождестве, то есть φ, вот черту я ставлю от зета, интеграл от нуля до зета, ψ с чертой от это до это, среднее значение равняется минус вот такому среднему значению от ψ с чертой от зета, интеграл от нуля до зета, φ с чертой от это до это. Вот такое интересное тождество, я в принципе нигде не видел его, чтобы оно было чьим-то именем занято, да, вот и что такое φ с чертой, ну, φ с чертой, вот А с чертой, это будет так, А от зета, от зета минус А средняя, ну, А любая функция от зета, А с чертой от зета. Ну, здесь вот такое тождество как раз, когда доказательство, попробуйте сами, ну, кто-нибудь заинтересуется, это интересная вещь. Ну, и дальше я нахожу, какие константы ненулевые. h4, 0, 0 вверху, то есть вот такие константы. h4, 0, дальше h2, 2, и h4 вверху, 0 внизу. Вот такие только константы. Значит, q у нас должны быть четным числом. Понятно? Все остальные вот. Вот, и вот тогда вот уже мы можем записать, вот, наше, когда мы сформируем эту сумму, мы можем записать такое. Понятно, да? Значит, мы тогда вот получаем следующее выражение для нашей фигурной скобки. Я по новой сейчас запишу. Значит, наше уравнение в итоге всех вот этих рассуждений переходит вот в такое уравнение. Сигма по н равно нулю до бесконечности альфа в n-той степени. Ну, вот была там фигурная скобка, да? А, нет, не фигурная, была квадратная. Даже ее не было, по-моему. Е0 в n-той 2 штриха минус ρ0 в n-той двумя точками плюс вот такую сумму. Сумма по 2p плюс q равняется, равно 4, p и q положительные, до бесконечности, до, нет, до n плюс 2, плюс 2. Так, фигурную скобку, то есть фотоскобку закрываю. А, нет, минутку. Не то. Значит, сумму-то я написал, а что тут под суммой? h2p, 2q, здесь d2p плюс q от v, n плюс вторая функция, d2p, dq2q. Вот теперь, вот так, d, сейчас, сейчас, vn плюс 2 минус 2p плюс q. Вот теперь мы можем закрыть эту скобку и дальше плюс x от t плюс x от x, t равно 0. Вот к чему мы пришли. Все эти рассуждения, во-первых, мы часть функций структурных нашли и в итоге пришли вот к такому уравнению. Это номер какой будет у нас? Восемнадцатое. Вот восемнадцатое. Ну, замечательно. Нам что теперь надо сделать? Нам, мы видим, что здесь уравнение бесконечного порядка, да, по производным, но присутствует малый параметр. Опять же, раз малый параметр присутствует, мы снова ищем вот эту гладкую функцию v в виде ряда по степеням параметра альфа. Правильно? И посмотрим, что получится. Сможем мы что-то получить? Значит, получили, значит, правильно рассуждаем. Если не получили, значит, фигня какая-то, значит, надо искать что-то другое. Вот, то есть мы можем так. В общем, тогда получается так, что v равняется сумма по n равно 0 до бесконечности альфа в n-той степени v n-т от x-t. Вот я проскочил, ну, сравнивая теперь вот это вот выражение 18 и вот с этим, да, мы видим, что альфа в n-той присутствует, да. Ну, вот из этой записи и вот из этого выражения 19 мы получаем следующее, значит, функцию, следующее уравнение для n-тых. v n-тых, v n-т2'e0 плюс минус ρ o v n-т с двумя точками плюс x n-т от x-t равно 0. Вот, мы получили уравнение второго порядка, с которым мы можем бороться, 20. Что такое x n-т, надо определиться. И отсюда из 18 и запись, и предположение 19, получается, что x n-т определяется рекуррентным образом тоже. Значит, при нулевом значении, при n равном нулю, это будет та самая, которая вот у нас функция задана. А при n равном единице, 2 и так далее, она через предыдущие рекурсии определяется. Значит, вот записывается так. Сейчас я запишу x n-т, и все, на этом закончим. Практически я управился. x n-т от x и t – это не что иное, как равно. x от x, t, если n равно нулю, и сумма 2p плюс q равно 4, p, q больше либо равно нулю, до n плюс 2, h2, q внизу и 2p вверху, умножить на d2. Ну, в общем, вот это вот как раз выражение. Ну, вот я его и переписываю. p плюс q, vn плюс 2, минус 2p плюс q. Так, и здесь у нас по dt в степени 2p, dx, 2q минус 2q. Вот, значит, вот, видите, мы свели, разобрались с этим делом. Я вас предупреждал, что это будет очень сложная операция. Внимательно надо слушать. Следующий этап нам, что нам нужно. Нам надо граничные условия для каждого n-того приближения, граничные условия и начальные условия. Ну, это на следующем занятии. Вот, и на следующем занятии будем рассматривать точно так же установившиеся продольные колебания, опираясь на то, что у нас есть установившиеся, потом волны. В общем, на целую лекцию у нас вполне хватит. А может быть, даже и на две.